Всем приветули дорогие друзья, с вами Акамарачи, сегодня мы всех рад приветствовать в очередной серии, желаю вам успехов, добра, отличного настроения, тепла и позитивчика. Это будет серия не беговая, мы не будем с вами ничего придумывать, испытывать и так далее. Мы с вами просто половим, я думаю минут 15 на видео половим, мы просто с вами поговорим. Кому это интересно, кому это нравится, оставайтесь, присаживайтесь, наливайте себе чайка и будем с вами разговаривать. Кому не нравится, то можете закрывать видео. В этом видео мы с вами половим естественно карася, на этом месте, там где у нас клюет линь, правда линь сейчас не клюет, у меня так точно. Я пришел, сел вечером и сейчас я нацелен именно на карася, немного пофармить, потому что деньги нужны. Цель у меня наполеоновская, накопить несколько тысяч, наверное около пяти, чтобы купить хорошую одну удочку и ловить белого амура. Хотя бы одной удочкой, потом я уже думаю я смогу как-то быстрее подняться, прокачаться и естественно будет уже интереснее играть, когда будут другие снасти. А также хотелось бы поблагодарить всех своих видеозрителей, которые смотрят видео, которые комментируют, которые ставят лайки. Огромное вам всем спасибо. Большое спасибо за то, что на моих практически всех видосах русской рыбалки 4 набирается за 100 просмотров. На первых видео конечно не очень, но на остальных за сотку все заходит. Мне это очень приятно, спасибо вам огромное. Я вижу, что каждый старается, что все молодцы. И если кому-то не трудно, то естественно делитесь моими видео у себя в соцсетях. Пусть люди как бы тоже смотрят. Рекомендуйте друзьям. Я надеюсь это поможет развитию канала, да и привлечет какую-то новую свежую аудиторию, которым это тоже интересно. Были еще такие комментарии, промелькнули, иногда промелькивают на мою почту, что зачем я снимаю, если я ничего толком людям не показываю. Никаких гайдов, все что я показываю это все фигня, все это не актуально и все все знают. В принципе я никогда не снимал какие-то гайды. И если вы там видите в названиях, что там топовский фарм или еще что-то. Но это конечно немножечко хайп. Хайповое название для того, чтобы привлечь немножко аудитории. Это я думаю и так всем понятно. И думаю никто на меня не обижается. То есть я не владею огромными финансовыми возможностями, чтобы как-то покупать рекламу, чтобы как-то раскручивать свой канал. И поэтому я использую хотя бы такие незначительные фишки, небольшие может какие-то там уловочки, чтобы завлечь как-то человека на свое видео посмотреть. Может быть ему понравится мой стиль, мой посыл, моя подача информации. Он тогда останется и будет моим постоянным зрителем. Если ты таким являешься, то мой тебе огромный респект и лайк за это. Поэтому спасибо тебе, что ты остался и что ты смотришь. У меня есть подписчики, которые пишут в комментариях, что мы с тобой с тех самых времен, когда еще ты снимал террарию. С тех времен, когда была русская рыбалка 3.0. Эти люди, вот этим людям огромное спасибо. И, наверное, по большей части именно из-за вас я все-таки решил дальше возрождать свой канал, решил дальше все это снимать и так далее. Это вам за это огромное спасибо, парни. И обязательно всем тоже огромное спасибо за то, что подписались новые люди. Без вас тоже, естественно, ничего бы не было. Потому что все вы составляете одно единое целое ядро моего канала. Поэтому вы все молодцы, все умнички. Я вас всех очень сильно люблю. Много прям не говорю сегодня. Столько красивых и слов значительных. Прям какой-то у меня, знаете, такой настрой сегодня определенный. Прям такой вот на то, чтобы поговорить. Аж неожиданно. Надо, наверное, чайка попить. Не зря, что я его приготовил. И в большинстве случаев хотелось бы сказать, что люди, которые пьют воду, когда ведут какой-то диалог или рассказ, они не то, чтобы хотят попить у них пересохло в горле. А скорее всего из-за того, что они пытаются собраться с мыслями. И пока они делают этот небольшой неуловимый жест, надлить водички и испить ее, они пытаются как-то сформировать дальнейшую идею, мысль, чтобы ее донести до каких-то определенных масс или круголит, которые это слушают. Это так, немножечко психологический прием, чтобы вы тоже понимали, чтобы вы тоже знали, что такое тоже бывает. Итак, я отвлекся от своей темы, которую так и не дорассказывал. Я не снимаю никаких гайдов, я снимаю именно весь свой путь, от начала и до конца. Вне видео я, конечно, тоже, естественно, играю, что-то ловлю, что-то фармлю, также общаюсь, переписываюсь. Кстати, в друзья могут добавиться все, абсолютно все. Добавляю всех. Не знаю, есть ли здесь лимит на друзей, но пока вот столько людей. И если есть какие-то люди еще, которые не добавились, но играют, то добавляйтесь обязательно. Будем с вами общаться, разговаривать. Сразу говорю, что я ничего не требую. Если вам интересно, вы хотите просто поспрашивать, что-то поговорить, то добавляйтесь. Я добавлю всех. И постараюсь на каждого найти хотя бы немножко своего времени, чтобы поговорить. Если захотите общаться, тут крайне сделан неудобный чат в этой игре. Если бы здесь был бы чат, как в любой MMORPG, знаете как, мышкой тупо навели, переключились, напечатали и все, и забыли. Было бы круто. Но так как такое здесь не реализовано, то, естественно, это создает определенное неудобство, когда вы должны назвать на Q, зайти, выбрать человека. Это создает дополнительные трудности. Было бы намного удобнее, когда вот в чате вы мне написали красным, к примеру, цветом, я на ваш ник вот так нажал, и все, я вам могу написать. Это было бы намного удобнее, я считаю. Можете тоже написать свое мнение в комментариях. Поэтому я снимаю весь свой путь, с самого начала до самого конца. Не знаю, как другие люди, другой народ. Да, в дальнейшем я что-то поснимаю, может какие-то гайды или еще что-то. Но сейчас, на данный момент, я снимаю именно свой путь, как я развиваюсь потихонечку, чтобы человек, который зашел на канал, зашел в мой плейлист, и он мог посмотреть, к примеру, ага, вот этот парень, вот он так начинал, ага, вот он шел так-то, так-то, так-то. Я тоже так хочу. Понятное дело, что рыба мигрирует, и она могла уйти с этих мест, но, к примеру, может быть, что-то будет актуально на этот момент. И когда он посмотрит, он загорится тоже идеей, он загорится движением таким, вот именно пройти такой же путь, как я, например, по моим местам, по моим следам, по моим стопам. И если такие люди вдруг появились или появятся, я буду очень сильно рад этому, что все-таки мои видео принесли хоть какой-то вклад, что человек посмотрел, и он понимает, ага, ну, к примеру, можно здесь половить, здесь половить. У него начинает сформироваться какая-то идея, мысль, он начинает тоже там набрасывать какие-то наметочки себе в голове и понимать, что, ага, можно там, можно здесь, а вот так вот лучше, так нельзя. Это круто, я считаю. Это реально круто, и это офигенно. Поэтому, надеюсь, такие люди будут. А то, что там немножечко хайповое название иногда, ну уж простите, вы, в принципе, можете всем мне помочь. Вы можете, к примеру, это видео, все остальные не надо, вот это, к примеру, последнее, можете залайкать, написать много комментариев, можете поделиться во всех соцсетях, которые у вас есть, этим видео. И в этом вы поможете очень сильно моему каналу. А я, естественно, попытаюсь выпускать, к примеру, более какое-то качественное видео, контент, более атмосферным его делать. Постараюсь как-нибудь всячески поддерживать, то есть уровень, улучшать, повышать его, чтобы вам было интереснее. Это все смотреть. Да, рыба вот что-то не клюет, но уж простите, простите, тут уж рыбе не взглянешь, так сказать, в голову. Хочет она клюать или не хочет. Ну, походу, что-то сдавал... А, температура большая, 20 градусов для карася. Это очень большая температура. Ну, к примеру, давайте продадим. Я где-то проловил, ну, не знаю, сутки. Ну, может, сутки и проловил. Давайте пойдем продадим вот эту всю рыбу, которую я тут наловил. Понятное дело, что за сутки вот это вот количество, которое я поймал, это ерунда буквально. Это все фигня, и она не стоит, то есть, как бы, да, сильно. Оу, не хватает чуть-чуть, блин, обидно. Еще бы, еще бы 5 поймать. Ай, больше у нас нет ничего, что мы можем сдать. Даже линь у нас отсутствует. Тогда остается только рынок. Только рынок, только он. 50 монет. 5 монет нам давали за карасей. Ну, даже не знаю. Даже не знаю, ребят. Давайте, наверное... Наверное, наверное, тут сколько получается? Ну, в любом случае, получается побольше. Давайте оставим. Может быть, все-таки, действительно, впоймается. Оставим один. И один, одного потом доловим и продадим. Маловато денег. Конечно, хочется больше денег зарабатывать, больше получать, чтобы был буст. Но пока на карасях вот так вот. Можно отсюда рвануть на озеро Комариное и на Комарино попробовать половить. Но сейчас я, в принципе, думаю, что, наверное, было бы более интересно поменять все это на сыр. И посмотрите, как поведет себя сыр. Может быть, возможно, на срок что-то и зайдет. Потому что дождь, наконец-таки, прекратился. Температура повысилась. Возможно, лень будет брать. Хотя, это очень интересная рыба. И она берет по-разному. Вы можете смотреть в чате. Она у вас не будет брать. Ну, в чате ее люди и берет, а у вас нихрена. Поэтому такая очень специфическая рыба. Итак, ребят. Я замешал прикормку, но забыл вам показать, как это делается. Но в следующей серии я обязательно покажу. Поэтому сильно на меня не серчайте. Так, а где же у меня тогда спиннинг второй, наверное? Я хочу... Блин, третий все-таки. Вот, да. Я хочу все-таки поставить... Я не могу кормушку поставить. Интересно. Очень интересно. У меня же она вроде бы... Оснастка донная. Изменить. А, вот. Паттерной. Окей. Сигнализатор поклевки тот же самый. Классическая кормушка. У меня, кстати, есть вот такая. Не знаю, откуда у меня такая кормушка. Но есть. У меня есть прикормка готовая. Обычная, самая стандартная прикормка. Я купил ее из трех самых дешевых ингредиентов. А, поводка у меня нет. Классический крючок. Давайте поставим. Давайте поставим средний крючочек. И наживочку, естественно, сырный кубик. Посмотрим, как будет все это дело взаимодействовать с паттернойстом. Я думаю, эта штука будет получше, во всяком случае, чем была у меня. Да и много кто писал мне, что паттернойст намного круче и клюет чаще. Буду ловить я, естественно, так же линя. Ну, постараюсь сейчас половить. Посмотрим. Ночью он не клюет. Но, по крайней мере, я постараюсь вот с прикормкой, вот с любой. Может быть, как-то и завлечет все-таки линчика. А поэтому сейчас я быстренько переобуваюсь, если это можно так назвать, и закидываю снасти. Наконец-таки, дорогие друзья, первая поклевочка за всю ночь, если так вот по чесноку вам сказать, на насадку паттернойст. На первую, точнее, не на насадку, а как это правильно, на донную сборку. Да, на донную сборку паттернойст. Я не могу пока сделать никакие выводы. Новое достижение. Наверное, то, что на паттернойст поймал. Не могу сделать пока реально никакие выводы. Единственное, что мне понравилось, то, что она тяжелее, и она дальше летит. Вот это вот мне понравилось. Вот прям серьезно. А сделать какой-то вывод, хорошо или плохо клюет, пока не могу. Сейчас еще посижу пару часов, половлю игровых, естественно, и сделаю какие-нибудь выводы. Итак, ребятки, прошло еще немного времени. Будем заканчивать серию. Что хотелось бы сказать. По моим наблюдениям, клюет еще хуже, чем с обычной насадкой. Не насадкой, а как снастью. Не знаю, почему так, без понятия. Но, наверное, потому что температура упала, плюс дождь. Ну, дождь на карася как-то не влияет, а вот падение температуры может быть. Потому что температура до 11,5, по-моему, это маловато для карася. Поэтому он не берет. Выловил я всего лишь две рыбки, два карасика и все. И на этом все затухло. Есть мысли, что надо перебираться опять на комарины и ловить там на комарины. Поэтому поддержите в комментариях, что именно делать, как действовать. И я уже, естественно, буду действовать, злодействовать. Когда почитаю ваши комментарии. А это видео, естественно, выйдет, когда вы наберете на следующий... То есть на предыдущем видео 20 лайков. Вы увидите это видео. А если на этом двадцатку наберете, то, естественно, выйдет уже следующий. Вот такие, дорогие, дорогие друзья. В принципе, я думаю, надеюсь, точнее, что вам всем понравилось сегодня такое вот видео немножечко. Расслабончик, половили карасиков, пообщались. Немного посидели, поболтали. Ну и также, в принципе, более-менее такой уловчик на 50 монет. Очень сложность. Всем спасибо за внимание. С вами был Акамарачи. Поддержите подписочкой. Поделитесь видео с другом. И поставьте лайк. Всем до скорых встреч.